хей всем привет ребята с вами ваша маша и сегодня мы продолжаем в общем то читать историю легенда и вы сезон 1 серия 2 мы называем гейшей и они уже идут слухи ну и давайте загружать историю глава 2 1 как я завидую тебе ты высшей красоты достигнешь и упадешь кленовый лист такое начало интересно мы проснулась от бьющего ее озноба мне снился кошмар тут же осознав что находится не в школе гейш поняла произошедшие вчера не было сном мидзу агэ превращение в лесу погоня старый сад она подняла тонкую руку и сцарапанные ладони выглядели абсолютно обычными человеческими я снова я заклятие колдовство кончилось оглядевшись брезгливо сморщилась девушка почти полностью скрывалась под кучей опилок что это за место ах да лиса отдышалась прислушалась тихо и спокойно на снег шел все сильнее надо где-то укрыться огибая открытые места стелять по земле лисица пробежала до края сада бедняцкий квартал за одним из домов стоял дощатый сарай покосился весь им не пользуется на двери накидной засов слишком высоко скованные страха мысли были рваными и короткими искать другое укрытие опасно погони рядом могут могу столкнуться как забраться внутрь давайте осмотримся и вход там не знаю как-нибудь она покрутила головой а затем уверенно направилась к стоявшему рядом дому около него под навесными кучей лежали дрова рыжая тень взметнулась вверх плюс холод прыжок в сторону и лиса уже грациозно бежит по кромке забора звериное тело послушно и ловко еще одно усилие и мы забралась на крышу сарая покрывающая ее солома быстро поддалась скребущим и раздирающим лапам главное спокойно нужно быть осторожной тут не может быть очень высоко лисица соскочила в проделанную в крыше дыру заброшенная мастерская кроме источенных древоточицами ничего себе бревен там обнаружили старые инструменты и куча слежавшихся опилок стены защищали от ветра а крыша от снега появившиеся животные инстинкты подсказали зарыться в опилке стало теплее мы свернулась калачиком закрыла глаза вот почему мы в опилках я проспала всю ночь и утро девушка поднялась отряхнулась от колких опилок холодно она встала на цыпочки тонкие носки не защищали ступни дрожа и борясь с отвращением пришлось снова зарыться когда стемнеет можно будет выйти и попытаться найти одежду как бы я хотела проснуться еще раз и узнать что кроме обряда мидзуаге ничего не произошло было страшно мерзко и одиноко хотелось плакать но она давно отучилась и сейчас мы посмотрим историю маленькую про ее детство или там как ее забирали не помню точно мэй начала вспоминать как училась танцами и чайными чайным церемониям как наставница ругалась из-за того что девушке долго не давалась игра на музыкальных инструментов она никогда не злилась всерьез всегда была добра ко мне вспомнила как радовалась когда матушка кину ее назвала ее лучшей ученицей школы я тогда по-настоящему гордилась собой добилась смогла другие майка были готовы убить меня в тот день затем память увлекла ее в события а к событиям еще более далеким ну тут просто история в картинках кто проходит историю могу смело сказать что это бесполезно братья это ни на что не влияет то была зима после неурожайной осени в голодное время жители деревень отдавали дочерей в служанки или в публичные дома избранным везло если их девочки были красивые и еще не измождены тяжелой работой то могли попасть в ученицы гейш от мэй не отвернулась удача до кину ее подбиравшей воспитанницу дошел слух о необычно смышленной и внешне милой девочке заинтересовавшись гейша сама отправилась глянуть на нее крытая повозка остановилась перед кузней отец вышел встретить возможного клиента вместо очередного торговца с купающего скобяные изделия у калитки стояла пожилая но не утратившая красоты женщина добрый день здравствуйте госпожа она указала на маленькую мэй игравшую возле дома твоя а да я гейша у меня собственные окея она подошла бы мне год плохой верно только вот я кузнец и рис не выращиваю госпожа кину ее внимательно оглядела мужчину заказчиков то все равно поубавилось ты молод жены как видно уже нет или вовсе не было а ребенок есть она покачала головой кто ее воспитает мачеха появись такая захочет своих детей нянчить будь у тебя сын так продолжил бы твое дело а дочь что ее ждет выдашь замуж за крестьянина она родит ему детей сколько успеет да и помрет в тридцать лет когда в очередной раз простудится собирая рис по колено в холодной воде если я заберу ее девочка будет хорошо есть и тепло одеваться жить в городе научится читать станет посещать театры доживет до старости может быть даже сохранит зубы серьезно ладно гейша демонстративно огляделась по сторонам из широкого рукава она вынула кошель кинула кузнецу мужчина поймал распустил завязки высыпал на мозолистую ладонь монеты гостья улыбнулась через неделю за ней приедут и ты получишь столько же она тупо нас выкупила за деньги ужас подумай кузнец маленькая девочка не понимала что происходит но по интонациям взрослых чувствовала что разговор ведется очень серьезный она начала волноваться еще не осознавая что скоро покинет дом навсегда отец посмотрел на нее позвал дочка пойди сюда как ее зовут мэй женщина взяла девочку за подбородок строго но аккуратно подняла заглядывая в глаза здравствуй мэй я вижу ты вырастешь сильной красивой ты когда нибудь хотела увидеть город вот такая вот история надо же я помню лицо отца хоть и не думала о нем много лет что бы было и не отдай он меня тогда матушке кинуё я бы не превратилась или превратилась раньше она плотнее замахнула а она плотнее запахнула нижнее кимоно чихнула если бы это был курятник можно было бы съесть пару яиц серьезно я думаю как лиса нет просто есть хочу что же произошло почему лиса ответа не было мэй не покидала чувство нереальности происходящего конечно она верила в магию ведьм и призраков но все это встречалось где-то далеко в чьи-то рассказах и легендах подобное могло происходить с другими не с ней а главное зачем кому-то вообще понадобилось превращать меня ну блин может быть это передается как-нибудь не знаю там от матери к дочери и в один определенный момент фух и все ты лиса не знаю и тем более когда она превратилась было вроде бы полнолуние или что-то там писалось такое ну вот как раз подходящее время может быть все случилось из-за господина Таидзо Хори а вдруг это он или я проклятый и не могу быть близка с мужчиной нет ну это уже бред мы мерзла когда сгустели сумерки пальцы на ногах начали неметь она решила оставаться здесь больше нельзя поднялась нужно выбираться но как дверь заперта снаружи а соломенная крыша вес человека не выдержит осмотреть старые инструменты это будет правильный вариант вот как я уже сказала в прошлой в первой серии я уже прошла эту историю вот получилось как-то так что мне не получилось снять вот ладно она увидела несколько молотков ржавый топор все не то нашла пилу должна подойти Мэй просунула зазубренное полотно в щель между дверью и стеной нажала снизу вверх засов снаружи поднялся еще немного дверь открылась стиснув зубы шлепая промокшими носками постоянно поскальзываясь Мэй кралась вдоль домов редкие прохожие ее не замечали нужна одежда во дворе чуть дальше на веревке сушились вещи подбежав ближе девушка увидела под крыльцом старое гетто обулась сняла с веревки одежду мысленно извинившись перед хозяевами простите у меня нет выбора мне сейчас это очень нужно а вам пусть добрые духи благодать принесут теперь пора уходить есть есть вот такое старое кимоно поношенное кимоно и лохмотья но я выберу вот это как бы да это ужасно это ужасно увидит госпожа сумика задушить своими руками ну а что делать если сначала поверить что я не ведьма и пустит на порог пока никто не обратил внимание на девушку с совершенно неуместным для бедного квартала макияжем Мэй поспешила найти колодец и умыться красавица она такая красивая вот главная героиня вообще мне очень нравится потом она направилась в сторону школы гейш с каждым пройденным поворотом тревожных сомнений становилось все больше чем ближе был окия тем чаще мэй сбивалась шага вдруг мне не поверят посчитают что я ведьма или проклята кто захочет иметь дело с проклятой кому я нужна меня выгонят на улице и я стану нищенкой она смотрела себя уже и выгляжу подходяще предаваясь терзающим душу раздумьям девушка не заметила как сбоку из переулка появились двое стражников один из них резко приказал стой господин они приблизились рассматриваясь в ее лицо хорошо что если осень и рано темнеет а хорошо что сейчас осень и рано темнеет но что им вообще нужно кто такая чтобы не вызвать подозрения отвечать нужно было быстро это на время типа мы выбираем служанку это первое мужчины переглянулись второй спросил чья же госпожи фэнгэн потому что такой не существует как бы да никакой госпожи фэнгэн мы не знала стражники тоже это кто она хорошая знакомая господина эйди море хорошая знакомая то есть господин море уважаемый человек я не должна его обсуждать простите и что ее служанка ищет в этом квартале я выполняю деликатное поручение девушка рассчитывала что простые стражники не станут вмешиваться в дела владельца крупной монофактуры богача со связями ладно пусть идет это нас не касается погоди был приказ проверять всех он достал огнево собираясь зажечь фонарь при свете обман может раскрыться мои лицо и волосы куда более ухожены чем должны быть у простой служанки тем более настолько плохо одеты служанки есть жемчужная лиса которая предпочитает различные иллюзии и янтарная лиса магия янтарной лисы которая связана с огнем так как мы идем по холоду мне кажется будет интереснее выбирать жемчужную лису ну и вообще иллюзии как бы почему бы и нет поэтому выберем ее только бы не разглядел не понял стражник шагнул к девушке всмотрелся заморажка какая-то в ее взгляде не было даже намека на какие-либо подозрения она не врет вот плюс жемчужная лиса так идем уже воины развернулись и двинулись прочь по улице мы еще мгновение стояло в замешательстве затем почесав зазудевшую ладонь дернуло плечом хорошо но странно не рассмотреть меня он мог темно но назвать заморажкой на себя бы посмотрел так и не поняв что произошло девушка продолжила путь к школе со временем Мэй научится пользоваться магией осознанно интересно что скажет госпожа сумика совсем рядом соки я услышала за спиной разговор прохожих уж скоро ты этих гейш в чайный дом никто не пригласит говорят одна из них оказалась ведьмой я слышал не ведьма а йокай что приходят за душами из самого вонараки все верно еще отец мне рассказывала китсуне это колдунья йокай китсуне они столь красивы что ни один мужчина не в силах устоять перед соблазном овладеть одной из них заманивают нас в постель человек зловеще понизил голос а потом убивают перегрызая глотку спящему ну так это может быть и неправда кого это нас уж тобой гейша лисица не заинтересуется не бойся они свернули на другую улицу девушка так и не обернулась по городу поползли слухи ой ой мэй подошла к школе и в груди кольнула неплохое такое местечко у двери висела белая лента свет смерти означало одно кто-то из бедательниц дома умер что могло произойти может они меня считают мертвой обойдя дом девушка оказалась во дворе задняя дверь как обычно была не заперта ни один мужчина никогда не входил в оке без разрешения а воров гейши не боялись даже самый последний бандит в городе не стал бы их грабить главари преступных шаек любили проводить время с актрисами не меньше чем знать нужно найти госпожу сумика все ее рассказать объяснить она обязательно поможет она всегда заступается при всех даже когда потом ругает мы вошла думая куда заглянуть сначала в свою комнату бесполезно идти там никого нету в бане тоже поэтому идем в комнату наставницы в коридор стояла тишина это было совершенно дико невозможно потому мы ни на миг не предположила что траурная лента у входа из-за госпожи сумика даже стоя на пороге ее комнаты глядя на закутанное в саван тело девушка не сразу осознала что кто перед ней пересохшие губы шепнули нет да жалко конечно она медленно подошла опустилась на колени перед наставницей повторила нет к сожалению да вздрогнув мы обернулась это была матушка кино ее госпожа превозмогая разрастающуюся в сердце боль девушка заставила себя почтительно поклониться некоторые считают что ее убила именно ты что за бред геша вошла прикрыла дверь зачем ты здесь мы убила то есть ее убили да от волнения дыхание девушки сбилась она зачастила я это не я когда ты маленькой девочкой попала сюда я сразу же решила что воспитывать тебя станет сумиком и потом наблюдая за вашими отношениями ни разу не усомнилась в правильности этого решения не верю что ты могла это сделать девушка поклонилась вновь беспристрастный голос женщины продолжил но ты ведьма да я не ведьма путь холода вы знаете что это не так мы старалась сохранять спокойствие вы сами выбрали меня я простая девушка из деревни меня учили здесь танцевать петь вести беседу и красиво красиво проводить чайную церемонию не колдовать если бы мы хотели превратиться в лесу и знали бы что мы превратимся мы бы давно превратились мне кажется не ты превратилась в лесу нет матушка я стала лесой это правда но не сама меня превратили прокляли думаешь проклятья лучше что теперь будут говорить о моей школе дурная слава на весь город в чем моя вина действительно мы что виноваты что ли что мы лесой стали так или иначе тебе нужно уйти нормально вообще взяла выгоняет ой я не могу просто ладненько мы не поняла куда подальше отсюда из города в другую провинцию навсегда что ты несешь угрозу для школы тебя ищут девушке потребовалось несколько секунд чтобы собраться с мыслями она с трудом сглотнула глядя на белую ткань скрывавшую ее наставницу попросила скажите что случилось с госпожей сумика обернувшись на дверь гейша сказала все обитательницы окея до смерти напуганы если кто-то тебя увидит прошу вас ты убежала поднялся шум здесь топтались охранники господина судья затем явилась стража на всю историю школы тут не побывало столько мужчин какой позор всех спрашивали о тебе наконец воины удалились я стала обходить школу успокаивать девушек суматоха закончилась гейша и ученицы разошлись по комнатам тогда я поняла что сумика пропала кино ее продолжила после короткой паузы ее нашли утром рыбаки за городскими стенами мертвой как она там оказалась возможно сумика вышла сама а может тело вывезли без причины стражи не станет все телеги проверять только все уверены что это ты при помощи магии да мы даже магии не умеем пользоваться глаза девушки стали пустыми сколы побледнели она протянула руку к наставнице чтобы приоткрыть саван в последний раз взглянуть на ее лицо проститься не стоит почему кино ее медлило почему ее пытали уверенно сумика предпочла бы чтобы ты запомнила ее достигшей достигшей зрелой красоты они она не договорила когда похороны хочешь прийти не надо я должна ее проводить здесь был монах исполнил прощальный обряд появление кицунея гибель госпожи сумика матушка не могла не позвать священнослужителя вероятно весь дом очищали от зла он сказал что тебе на похороны приходить нельзя это подтвердит слухи о моей причастности к смерти наставницы смерть это лишь этап это перерождение уходя не нужно бояться однако тем кто остается все равно грустно сумика любила себя возможно она не хотела чтобы ты предавалась горю похороны события печальные или же это предостережение тебе ты должна исчезнуть мы или удобный для тебя итог чем скорее все забудут обо мне и сумика тем лучше беды случаются а вам надо жить дальше на место страха прошлой ночью гнавшего девушку в старый сад пришла злая обреченность чувства оказались настолько сильными что их невозможно было разобрать душу резала жглой и выстуживала одновременно только заберу вещи твой обряд мидзуага прошел я получила деньги у тебя нет долгов перед школой но после всего произошедшего все мы понесем большие убытки речь в том числе о репутации я обязана заботиться о боке о тех кто живет здесь голос мэй не дрогнул это же я а кто ты что если все же китсуне ведьма злой дух йокай я мэй обряд состоялся значит я гейша я одна из вас говорить рассудительно плюс холод должен быть будь я злым духом стала бы просить плюс холода или взяла бы силы все что захотела она старалась говорить спокойно и медленно я вернулась в школу считая ее своим домом в конце концов тут есть вещи подаренные мне госпожой сумика морщ словно от головной боли кину ее потерла лоб иди в свою комнату соберись только тихо чтобы никто не услышал я принесу тебе еды ну хотя бы на этом спасибо на прощание хозяйка школы сунула мы небольшой кошелек коротко обняла сказав дитя ты права наполовину теперь ты гейша и это истина но не одна из нас а просто одна прости ну конечно девушка решила что лучше покинуть окея тем же путем каким пришла оказавшись на улице и услышав голоса а услышав голоса поняла что пропустила поступила правильно язык заплетается уже за углом у входа несколько мужчин она осторожно выглянула это была стража командир отдавал распоряжение подчиненным вы двое встаньте там в тени ты давай к перекрестку а ты к деревьям останусь тут меня заметят следить в оба она может появиться здесь в любой момент ей некуда больше идти ясно бойцы слаженно поклонились утром я пришлю смену мэй притаившись дождалась когда на улице появится достаточно большая компания прохожих судя по следам грязи на одежде и лопатам в руках это были возвращающиеся домой землекопы как только те оказались рядом Мэй вышла из двора и направилась следом проходя мимо воинов рабочие почтительно склонили головы она согнулась еще ниже прячась за их крепкими спинами стражники не обратили на нее внимание миновав их мэй глубоко вздохнула кажется удалось и тот же снова испугалась заметив краем глаза командира идущего следом он нас заметил еще три удара сердца и он обогнал компанию землекопов в то мгновение когда мужчина проходил мимо девушка все еще не поднимавши голову увидела его отражение в луже помните когда мы читали маленькое описание при ну которую ко второй серии к этой вот там было написано что за нами охотятся не только люди и я думаю что это какой-то дух я даже не знаю что это такое но мне нравится маска которая висит у него на поясе что-то мне подсказывает что будет ужасно в следующей серии и нас вот эти какие-то инопланетяне найдут ладно будем называть их инопланетянами потому что они похожи он похож на него ужас какой чтобы не вскрикнуть она прикусила губу сделав несколько шагов стражник свернул перешел улицу и скрылся за углом кто это мы чуть ли не бегом направилась в другую сторону что все все это значит и получается вот это этот инопланетяне за нами охотится да я так понимаю кошмар а если их несколько там а может быть вся армия или страж стража это инопланетяне ой ужас напуганная совершенно ничего не понимающая и раздавленная горем девушка не знала как поступить прежде она ни за что бы не отважилась выйти за городские стены в ночь но теперь оставаться в городе еще страшнее здесь на меня устроили охота будто их прям загоняет лесу денег полученных от матушки тинуё хватит чтобы оплатить дорогу в другую провинцию потом мы вдруг замерла что что такое стражившие ворота солдата останавливали всех женщин девушек и мальчиков подростков оказавшихся рядом покидать город в такое время суток никто не собирался но воинов интересовали даже те кто просто пошел мимо один из них как раз тер тряпкой лицо какому-то юноше другой обратил внимание на мы помахал рукой подзывая сделав вид что не заметила она свернула в переулок это настоящая облава проверяет всех из города не выбраться вот и закончилась у нас вторая серия ну знаете мне кажется что в следующей серии мы как-нибудь пройдем сквозь них с помощью нашей нашей магии там не знаю как-нибудь или найдем другой вход выход не знаю надо просто ждать как обычно опять месяц вот ладненько что мы получили сегодня плюс два холода плюс одну жемчужную лесу и все получается если вам понравилась эта серия то ставьте большие пальчики вверх подписывайтесь на мой канал комментируйте вот ну и как то так с вами была ваша Маша встретимся в следующем видео пока 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 пока